Здравствуйте, коллеги! World Food вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте! Меня зовут Сакян Милани. Я представляю сегодня международное маркетинское агентство GFK в России. Подскажите, вы были спикером нашего деловой сессии. Интересна тема, которую вы сегодня раскрывали? Да, сегодня я выступала в рамках сессии о свежих овощах и фруктах. Когда мой обзор был посвящен потребительским актуальным трендам на рынке овощей и фруктов. Тут важно отметить, что рынок овощей и фруктов очень сильно вырос за последний год. Темпы роста, конечно, колоссальные. Это самые высокие темпы роста среди всей потребительской корзинки покупателей. Они, конечно, связаны с тем, что у нас на рынке фроф очень агрессивный рост средних цен, который связан как с большой инфляцией на рынке, так и ослаблением рубля и, соответственно, удорожанием импортных продуктов в связи с девальвацией. Расскажите, насколько пандемическая история отразилась на покупке овощей людьми? Люди стали больше задумываться о своем здоровье и покупать фрукты, овощи? Или все-таки люди, наоборот, перестали вообще думать об этом, зная, что есть более какие-то опасные вещи и стали кушать, что попало? Ну, смотрите, в пандемии у нас был зафиксирован рост продаж овощей, что, возможно, связан с трендом на хоминг. То есть люди сократили свое потребление out of home и переключились на домашнее большее потребление. Поэтому у нас был рост. Рост также мог быть связан с большими закупками, заготовками. Поэтому пандемийный год для овощей был, в принципе, позитивным. Но сейчас, по итогам последних данных 2021 года, у нас с вами наблюдается небольшое снижение потребления, которое, конечно, связано с тем, что средние цены на рынке овощей практически на 20% выросли. Может быть, у вас есть какой-то взгляд, что нас ждет дальше по поводу цены? Цена продолжит расти или все-таки найдены какие-то ключи, которые позволят остановить этот рост? Тут сложно отметить, в принципе, на рынке ситуации, не только в России, но и во многих других странах. В борьбе с пандемией государства увеличили свои расходы, была выпущена большая денежная масса. Поэтому здесь у меня нет позитивного видения в отношении дальнейшей ситуации. К сожалению. Будем надеяться, что будущее все-таки подарит нам снижение цен на здоровые и прекрасные продукты, которые сделают нас еще более здоровее. Спасибо вам большое за такое интересное общение и пожелаем вам удачи в нашей бизнес-сессии. Вам спасибо, всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!